У нас есть вот эти вот наши четыре уровня, соответственно, мы как менеджеры, мы должны обладать возможностью менять вот эту ориентацию. В определенной задаче ориентироваться на то, что нам нужно сделать, на то, какой результат нам нужно получить, ориентироваться на количественные показатели. В другой ситуации делать фокус на людей и ориентироваться на тех людей, которые работают с нами, которые вместе с нами делают проект. Давайте подумаем с вами, что у нас получится с нашими уровнями. То есть если мы говорим о нашем D1, такой мотивированный, такой ничего не знающий, вот такой вот у нас есть сотрудник с вами в команде. Как вы думаете, что же, какой, что мы здесь выбираем? Мы ориентируемся на задачи или на людей? На задачи. Правильно, потому что человеку нужны четкие инструкции. Здесь не нужно ориентироваться на человека, потому что мы уже с вами говорили о том, что мотивация его высокая. Здесь у нас четкая идет ориентация на задачи, очень низкая идет на человека. Если мы говорим о следующем уровне, что здесь у нас происходит? Здесь мы ориентируемся и на задачи, и на человека. То есть здесь нам нужно высоко поднимать и одно, и другое, не исключая, а дополняя одно другим. Когда мы говорим о D3, мы помним здесь, что у нас уже знания есть, но присутствует неуверенность. Здесь что мы делаем? Здесь мы ориентируемся на человека целиком и полностью. Мы слушаем, мы понимаем, что он чувствует. Мы используем техники активного слушания, техники эмпатии для того, чтобы помочь нашему сотруднику. И когда у нас идет работа с D4, у нас идет низкая ориентация на задачи и низкая ориентация на человека. Но фактически то, что мы с вами говорили, мы уходим и от одного, и от другого. То есть мы не мешаем человеку двигаться дальше, развиваться.